Божья благодать Пусть Божья благодать наполнит нас Еще и еще и преисполнит наши сосуды Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя За этот воскресный день За чудесную Твою благодать, милость, благость Чудеса Твои, ответы Твои За это служение, Господь Что мы можем предстоять со звездом Твоим, Господь Благодарим Тебя и славим Тебе, Бог наш Аллилуйя Аминь Слава Богу Аминь 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 И теперь знаю я, О, победа моя. И теперь знаю я, О, победа моя. Аллилуйя, Аллилуйя, я Боге тот шестую. Аллилуйя, царь Моя веки. Алилуйя, Алилуйя, я в Боге так жестую, Алилуйя, царь повеки. Алилуйя, Алилуйя, я в Боге так жесткую, Алилуйя, я в Боге так жесткую, Алилуйя. Алилуйя, Алилуйя, я в Боге так жесткую, Алилуйя, царь повеки, Алилуйя, Алилуйя, я в Боге так жесткую, Алилуйя, царь повеки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Истилем я твоими ранами, истилем я Дерю в силу, пролитой камень О, я истилем твоими ранами, истилем я Дерю в силу, пролитой камень Искупил драгоценной кровью своей Эльмануил Искупил драгоценной кровью своей Искупил драгоценной кровью своей Эльмануил Искупил драгоценной кровью своей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Добавил DimaTorzok Дима Торзок 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 Сыном Твоим, Господь. Сердце Отца для меня всегда должен. Буду жить, чтобы вспомнить мечту Твою. Царство Твое на земле, как на небе. Тайное желание сердце Ты своем закрыл. Кто увидит боль Твою со Вселенную? Цепи ада разорвал, выку смерти заплатил. Время Царства Твоего, Царство Твое пришло. Да, будет воля Твоя, да, будет слава Твоя. Да, будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь, я Твои ноги, Господь. Голосом буду твоим, чтобы Царство Твоем пришло. Да, будет воля Твоя, да, будет слава Твоя, да, будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь, я Твои ноги, Господь. Голосом буду твоим, чтобы Царство Твоем пришло. Да, будет воля Твоя, да, будет слава Твоя, да, будет сила Твоя на земле людей. Я Твои руки, Господь, я Твои ноги, Господь. Голосом буду твоим, чтобы Царство Твоем пришло. Да, будет воля Твоя, да, будет слава Твоя, да, будет слава Твоя, да, будет слава Твоя на земле людей. Да, будет воля Твоя. Да, будет воля Твоя, да, будет слава Твоя на землеzus. Да, будет слава Твоя на земле человек, или agreed to life you are on level Ya?". Ты есть глава, а мы есть члены тела Твоего, руки Твои, ноги Твои, уста Твои, чтобы возвещать благословение, чтобы возвещать Слово Твое, истину Твою, Царство Твое в этом мире. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам эту честь и привилегию быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. И мы благословляем сегодня Церковь Твою, благословляем друг друга, благословляем братьев и сестер, которые собрались для того, чтобы сегодня познавать Твое Слово и быть в служении Тебе. За все мы благодарим Тебя, нашего Бога, великого и всемогущего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да благословит Вас Господь, братья и сестры. Спасибо, что Вы сегодня с нами, что Вы присоединились к нашему эфиру. И прежде чем мы будем служить Господу нашими даяниями, нашими пожертвованиями, я хочу прочитать из послания Галатам, святого апостола Павла, из 6 главы. Очень известные нам слова 6 стиха. Наставляемый словом. Делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Удивительный Божий человек, удивительное служение апостола Павла. Человек, который в своих посланиях говорит о великих божественных откровениях, тайнах, тайны церкви, тайны Божьей. И вместе с тем, уже в следующих стихах, в следующих главах, он говорит об очень практических вещах. Понимая, что одно без другого не может быть. Человек Божий, который проповедовал Евангелие, трудясь своими руками, и в то же время, когда верующие из других церквей благословляли его для того, чтобы он мог проповедовать Евангелие, не отвлекаясь на работу, он принимал эти дары, и он служил, поэтому он говорит, наставляемый всяким словом, кто наставляем, делись всяким добром с тем, кто наставляет тебя. На основании этих стихов, многих других, практически в каждом послании, Павел говорит об этих практических вещах, о том, как нам нужно поддерживать тех, кто служит. И это делаем и мы в нашем служении, в служении нашей церкви. И мы обращаемся к вам, братья и сестры, может быть, вы из других городов, из других церквей смотрите нас сегодня. Благословляйте своих служителей, благословляйте своих пасторов, которые трудятся в слове, молятся за вас, делают дело служения. Пусть в Доме Божьем всегда будет пища, и будьте благословением для этих людей. Так же делаем и мы, и те пожертвования, которые приходят к нам, мы в том числе помогаем пасторам нашего региона, молитвенные дома, открытия новых церквей. Поэтому мы благодарим каждого, кто помогает нам в этом, кто усердно служит этим. Павел также говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, и давайте будем помогать всем, наипаче своим поверь. Так же и мы стараемся это делать, помогая друг другу, помогая всем, но наипаче своим поверь. И поэтому, если ты сегодня тот человек, у которого есть нужда, проблема, мы призываем к тебя, не стесняйся, но пиши, звони на телефон нашей горячей линии, и мы будем помогать. Мы для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы служить друг другу. И я лишь хочу добавить, что осуществлять наши пожертвования мы можем тремя, по крайней мере, тремя способами, которые я сейчас обозначу. На сайте новыйзавет.ру, сейчас вы, наверное, видите на своих экранах, вы можете зайти на сайт и узнать, как вы можете это сделать электронным способом, через перевод банковский, через систему PayPal, какие-то еще, может быть, там способы. Также вы, как я уже сказал, можете позвонить по телефону, по номеру горячей линии и попросить, чтобы наши братья, сестры, служители приехали к вам и приняли у вас этот дар вашей любви, дар для Господа, для Дома Божьего. И также вы можете самостоятельно приехать, как некоторые из вас сегодня сделали, приехали в церковь, приехали на служение, приехали для того, чтобы в том числе послужить тем, что у вас есть. Доброохотно дающего любит Бог, говорит апостол Павел. И поэтому давайте мы не будем останавливаться в этом служении, пусть наша рука не оскудевает, но будет богата на всякое доброе дело. Пусть Бог благословит вас, и мы еще будем славить нашего Господа. Пусть Бог благословит вас, и мы будем славить нашего Господа. Истина твоя победила крепкий свет, истина твоя исцелила мое сердце. Благодать твоя неиссякаемый поток, я спасен благодаря твоей крови. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Истина твоя победила грех и смерть. Истина твоя победила грех и смерть, истина твоя исцелила мое сердце. Благодать твоя неиссякаемый поток, я спасен благодаря твоей крови. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне силу, наполняй жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь нам милость, ты даешь нам свою славу, силу, Благодаря, здоровье, крепость и финанс, Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняешь жизнью сердце мое Иисус. Ты даешь мне милость, ты даешь мне силу, наполняешь жизнью сердце мое Иисус. Ты даёшь мне милость, ты даёшь мне силу, наполняет жизнью сердце моё лицо. Ты даёшь мне милость, ты даёшь мне силу, наполняет жизнью сердце моё Иисус. Аллилуйя! Слава Богу! Бог, дающий милость, Бог, дающий силу, Бог, дающий радость. Аллилуйя! Давайте мы помолимся, благословим наши даяния, благословим нужды. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это особенное время, когда мы можем снова и снова приходить в Твоё святое присутствие, мы можем славить Тебя, мы можем призывать имя Твое святое в нашей жизни. Ты нужен нам, Господи. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Мы молим Тебя, Господи, благослови каждую жертву, каждое даяние, благослови тех, кто сегодня, Господь, отпускает свой хлеб по водам. Боже, благослови десятины, приношения, жертвы, умножи, Господь. Пусть будет достаточно на добрые дела, которым Ты предназначил церковь свою. Благослови каждого, кто жертвует, кто участвует в делах церкви, в служении. Благослови, Господь, во имя Иисуса. Пусть Твой народ будет богат на всякое доброе дело, пусть рука праведного не оскудевает вовеки. Спасибо Тебе, что Ты заботишься о нас, любящий Господь, наш Небесный Отец. И мы также молимся в этот час за все нужды. Мы молимся за все обращения в чате, за все просьбы молитвенные. Мы молимся за каждую записку. Господи, прямо сейчас приди, Господь, коснись каждого, кто нуждается в исцелении. Мы молимся и благословляем наших братьев и сестер, которые нуждаются в исцелении от болезни, от немощи, Господь. Во имя Иисуса. Боже, Ты целитель наш, мы уповаем на Тебя. Господь, пусть Твой ответ придет прямо сейчас. Пусть боль утихнет, пусть болезнь отступит, пусть вирус умрет. Во имя Иисуса. Мы благословляем, Господь, каждого, кто прикован к постели, кто находится в больницах, в хосписах, в дома, Господь, милосердие. Благослови, Реван Афанадыщи. Будь целителем каждой жизни. Во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе, что Ты отвечаешь на молитвы. Ты прикасаешься прямо сейчас к каждому, кто нуждается в исцелении. Благодарим Тебя. Пусть все дела дьявола будут разрушены именем Иисуса Христа. Пусть придет Твой прорыв, Господь, Твое обеспечение, Твое благословение, Боже, в каждую жизнь во имя Иисуса. Восполни каждую нужду по богатству славы своей. Дай ответ, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Бог верный, Бог благословляющий. Мы благодарим Тебя за все, что Ты, Господь, приходишь вовремя. Ты не торопишься, Ты не опаздываешь. Ты все делаешь, Господь, по слову Своему. Благодарим Тебя наш Бог. И прямо сейчас мы благословляем наших детей. Мы молимся за наших сыновей и дочерей. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови наших детей, наше наследие, наших, Господь, сыновей, дочерей, внуков, Господь, наше потомство. Благослови, чтобы наши дети знали Тебя, ходили путями Твоими, чтобы наше наследие было благословенным на этой земле. Мы молимся и просим, Боже, во имя Иисуса храни, Господь, наших детей на отдыхе, на каникулах, в переездах, Господь, где бы они ни были, защищая, берегая всякого зла. И пусть наши дети знают Тебя лично, ходят Твоими путями, служат Тебе. Мы молимся об этом. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе наш Бог. Верный, чудный, благое и милостивый. Мы любим Тебя и мы чтим Тебя на этом месте. Отец, Сын и Дух Святой. И все это скажут. Аминь. Слава Богу. Дорогие, приветствую всех вас. Приветствую всех тех, кто вместе с нами онлайн. Да благословит вас Господь. И, пожалуйста, занимайте поудобнее места, присаживайтесь. У нас сегодня особенное время, воскресный день, чтобы нам размышлять над Словом Божьим, чтобы нам снова и снова быть в Его святом присутствии. Поэтому слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Дорогие, сегодня в моем сердце есть такое желание поделиться на тему, я назвал ее так, сила благословения. Сила благословения. Вы знаете, друзья мои, все мы с вами призваны к тому, чтобы нам благословлять. Мы знаем, что наш Бог любит благословлять. Наш Бог, благословляющий Бог. Аминь. Как часто мы используем это Слово в своем таком устоявшемся христианском лексиконе. Порой даже, может быть, до конца не понимая, что в этом Слове скрывается, что в этом Слове находится. Но на самом деле Бог вложил в это Слово очень-очень огромный потенциал. Вообще, друзья мои, у каждого Слова Божьего есть определенная сила. Аминь. У каждого Слова Божьего есть определенное действие. Вы знаете, у Бога нет пустых слов. У Бога нет слов, которые возвращаются к Нему тщетно. Но каждое Слово приносит свой результат, свой плод. И Слово благословения, это Слово, друзья мои, особенное Слово. Оно не просто, вы знаете, звучит сегодня в устах Божьих, но оно предназначено для Его детей, для Его народа. Вы знаете, Бог использует это Слово прежде всего для своих детей, прежде всего для своей церкви, прежде всего для своих сыновей и дочерей. И я хотел бы, чтобы мы с вами обратились к Святому Писанию. И давайте мы откроем вместе Библию и посмотрим одну историю, записанную в первой книге «Паралипоменон». Открой, пожалуйста, вместе со мной четвертую главу. Я прочитаю девятый и десятый стих. Очень интересная, знаменательная история, которая всего в двух стихах нам повествует в Слове Божьем. Итак, четвертая глава первой книги «Паралипоменон». Мы читаем с девятого стиха. «И Авис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя, и Авис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Авис к Богу Израилеву и сказал, ой, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил». Слава Богу. Замечательная история. Вы знаете, несмотря на то, что в начале мы читаем девятый стих, и мы видим, что Иавис был знаменитец своих братьев, но это, можно так сказать, уже финал. Это то, что произошло в его жизни, впоследствии его молитвы. Но на самом деле, друзья мои, мы видим с вами, что Иавис вообще появился на этот свет особенным образом. Его мать, она родила его в страдании, она родила его в боли, и поэтому его имя было соответственно тем переживаниям, которые пережила его мать. Вы знаете, в те времена в Израиле была такая традиция, что имена давали по определенным обстоятельствам, по тому, что переживали родители, может быть, что происходило в их жизни. И вот так довелось Иавису получить такое имя, вы знаете, от которого он не был счастлив. Библия говорит, что он горевал. Он горевал, ему было трудно. Наверняка, может быть, многие люди не хотели с ним иметь ничего общего, потому что они думали, ну, от Иависа нечего ожидать, только боль, только какие-то страдания. Поэтому, знаете, и ему было неприятно от своего имени. Он думал, ну, что-то вот не так со мной. Раз я принес страдания своей маме при родах, наверное, что-то не так. И мы, друзья мои, видим с вами, что первую часть своей жизни Иавис горюет. И Авис переживает, возможно, одиночество. И Авис переживает, возможно, какие-то определенные психологические, знаете, ощущения страдания. Ему нелегко. Но, вы знаете, слава Богу, Иавис знал Бога Живого. И Авис знал, что есть Бог Всемогущий, который все держит в своей руке. И однажды он обращается к нему в этой особенной молитве. Он обращается к нему, наверное, уже, знаете, устав от того, что в его жизни происходит, искренне от всего своего сердца, он обращается к Богу и говорит, «Ой, если бы ты благословил меня твоим благословением». Друзья мои, мы в этой молитве короткой Иависа, мы не видим с вами, что он перечисляет, может быть, все свои переживания, все, может быть, вызовы, с которыми он сталкивается. Но я думаю, что вот то, что он говорит, «Благослови меня своим благословением», уже в этом сокрыта огромная-огромная сила. Вы знаете, я думаю, что Иавис понимал, что вот в этом благословении от Господа, сходящем свыше, есть нечто, что может изменить его жизнь раз и навсегда. И он обращается к Богу в этой молитве. И вы знаете, после этой молитвы мы видим с вами результат. Его жизнь меняется. Он становится, как мы читаем в начале, знаменитей своих братьев. Он становится известным человеком, потому что по его молитве Бог начинает действовать. Иавис попросил, и Бог дал. Иавис обратился, и Бог ответил. Пришло благословение Господне в его жизнь. Его жизнь изменилась, потому что он обратился к Богу. Вы знаете, я верю, друзья мои, что благословение имеет силу. Когда мы используем не просто это слово, но мы вникаем в суть этого слова, мы изучаем значение, широкий спектр этого слова, и мы, друзья мои, обращаясь к Богу и прося благословения, думаем об этом, я верю, что Бог будет отвечать. Бог будет отвечать по тому смыслу, может быть, порой нам кажущемуся скрытным, но будет отвечать по этому смыслу этого слова. Бог будет благословлять тебя. Бог будет благословлять твою семью. Бог будет благословлять твой вход и выход. Бог будет благословлять тебя, где бы ты ни был. И вы знаете, наверное, одно из таких широких объяснений этого слова для меня я вижу во Второзаконе 28 главе. Я хотел бы, чтобы сегодня мы немножко уделили с вами внимание, прочитав чуть больше, прочитав 14 стихов 28 главы Второзакония. Вы знаете, на самом деле я верю, что вот в этих 14 стихах скрывается большая часть этого слова благословения. Что же Бог желает дать тебе и мне через это слово благословения? Давайте мы откроем 28 главу Второзакония и прочитаем с первого стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения эти и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод шрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод овец твоих, благословены житницы твои и кладовые твои, благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде шрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Друзья мои, когда мы читаем вот эти первые 14 стихов, 28 главы Второзакония, на самом деле, друзья мои, здесь скрыт вот этот огромный, огромный потенциал в этом одном слове благословение. Вы знаете, Бог хочет благословить тебя всеми этими благословениями. Бог хочет, чтобы ты был успешен во всем. В своей работе, в делах рук своих, знаете, твои вклады, они принесли прибыль. Чтобы, знаешь, твоя машина, она не ломалась, чтобы твоя семья была здорова, чтобы ты был здоров, чтобы то, что ты сеешь, ты пожинал, пожинал с прибытком, чтобы когда ты идешь на рыбалку, ты ловил рыбу, чтобы когда ты, может быть, замышляешь какое-то дело, чтобы это дело доводилось до конца и приносило тебе результат. Во многих-многих сферах Бог желает благословить, чтобы ты не только входил, но чтобы ты мог выйти оттуда. Потому что есть такие места, куда, входя, может быть, ты можешь не выйти, но Бог будет хранить тебя, Бог будет защищать тебя. Когда ты пойдешь в суд, Бог будет на твоей стороне, потому что Он хочет позаботиться о тебе. Вы знаете, как важно нам понимать, что в этом слове сокрыто, что в этом Боге предназначено для каждого из нас, чтобы это не было просто какой-то рядовой фразой, какой-то, может быть, такой простой религиозным высказыванием, но чтобы всякий раз, когда мы благословляем кого-то, мы включали для себя вот весь этот спектр этих благословений, которые Бог сокрыл в этом слове. Взрывами Иоарис не молился какой-то длительной молитвой, перечисляя каждый год своей жизни, может быть, жалуясь Богу на все то, что он переживает, но он просто ожидает и просит, Бог, благослови меня твоим благословением. Не так, как я вижу, не так, как я понимаю, но так, как я читаю в твоем слове, так, как ты заповедал для меня, для своего сына, для своей дочери. И вы знаете, это сработало в его жизни. Точно так же это сегодня имеет право работать в твоей жизни. Но как важно нам просить, как важно нам не ограничивать Бога, не ставить рамки, но ожидать, всяческий раз благословляя, всяческий раз применяя эту силу благословения. Знаете, отпуская наших детей, как важно благословлять их, куда бы они ни шли, на учебу, может быть, по каким-то делам, может быть, в отпуск, благословляйте своих детей. Знаете, мы не знаем, что им предстоит впереди, но благословляя их, мы открываем дверь неба в их жизни. Когда мы едем куда-то, как важно благословлять свою дорогу. Мы часто не представляем, что нас ждет. Мы часто не ожидаем, что произойдет. Но когда мы благословляем, мы открываем эту дверь неба в нашу жизнь. Вы знаете, благословение – это ключ небесной двери. Совсем недавно мы ехали с братьями, поехали в поход. И вы знаете, сразу же, всегда в начале поездки мы молимся. И благословив наш путь, мы поехали, общаясь. И вы знаете, не отъехав даже далеко совсем, выехав на объездную трассу, буквально на наших глазах происходит авария. Автомобиль, газель догоняет трактор, перед ними едет тяжелая фура, мы рядом с этой фурой. И вы знаете, обычно вот в таких авариях сразу же начинается суматоха. Представляете, тяжелая фура, ей же нужно уйти в сторону на соседнюю полосу, а мы на этой полосе. Но вы знаете, как-то так все происходит чудом, что фура, как каменная, встает. Газель, вытолкнув трактор на соседнюю полосу, этот трактор как-то уходит обратно, все встает, все останавливается. И я понимаю, что только рука Божья сохранила нас. Только милость Божья помогла нам избежать этого инцидента. И вы знаете, мы едем дальше и уже благодарим, понимаем. Он хранит. Могли мы этого предвидеть? Не могли. Могли мы этого ожидать? Да мы даже не хотели этого ожидать, но это происходит. Но ты благословляешь. Благословляешь свой вход и выход. Ты благословляешь свой путь. Ты благословляешь свою работу. И Бог будет давать тебе успех, будет давать тебе результат. Вы знаете, как важно верить в это, как важно видеть это в своей жизни, как важно всяческий раз, благословляя этим одним словом свою жизнь, открывать для себя все значение, весь смысл. И Бог обязательно придет. Что такое благословение, братья? Это исцеление. Что такое благословение? Это прибыток. Что такое благословение? Это успех в работе. Что такое благословение? Это счастье в семье. Что такое благословение? Это просто радость внутри тебя. Что такое благословение? Это вся наша жизнь пред Богом. Вся наша жизнь пред Богом. Даже тогда, друзья мои, когда кто-то, может быть, такое иногда бывает, прошипит тебе вслед и скажет, пусть Бог тебя благословит. Не бойся. Это благословение, оно останется благословением, которое Бог вложил в него. Аминь. Знаете, иногда бывает, мы можем исковеркать смысл этого слова, но поверьте мне, то, что Бог вложил в это слово, оно будет работать. И вы знаете, я, конечно же, не упущу этот момент, обязательно скажу, потому что иногда некоторые люди спрашивают, они боятся, они приходят, говорят, помолитесь, пастор, там на меня наговаривают, там меня проклинают, там на меня, там колдуны молятся. Я хочу сказать, если ты дитя Божье, если ты во Христе Иисусе, ни одно проклятие не сбудется в твоей жизни. На тебе уже есть колпак благословения, который хранит тебя. Поэтому, знаешь, не обращай внимания на то, что говорят в твою жизнь. Не обращай внимания, что кто-то сказал тебе что-то нехорошее. Благодари Бога за те благословения, которые Он тебе приготовил. Они твои. Они никуда от тебя не денутся, если ты будешь верить в них. Есть одно условие, друзья мои, и Моисей не просто так повторяет об этих условиях несколько раз. В начале, в середине и в конце он напоминает своему народу одно условие, чтобы проклятие в жизнь не пришло. Нужно исполнять заповеди Божьи. Нужно уповать на Бога. Нужно следовать за Ним. И Моисей напоминает об этом. Друзья мои, вы знаете, это его одно из последних особенных наставлений для народа израильского. Он знает, что он не войдет в землю обитованную. Он знает, что он не передает Иордан. И поэтому он передает это тщательное наставление народу. Он говорит, в точности исполняйте, и будете благословлены. Не нарушайте, и Бог будет на вашей стороне. Знайте, что путь проклятия, или проклятие в нашу жизнь приходит только тогда, когда мы отступаем от Бога, когда мы нарушаем тот завет, который мы заключили с Ним. Больше нет никакого пути. Поэтому ни одно гнилое слово, сказанное в твою жизнь, ни одно проклятие, произнесенное в твою жизнь, оно не исполнится, оно не сбудется. И мы читаем с вами в Слове Божьем, написано, что как воробей споршнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Ты благословенный человек. Бог желает тебя благословлять. Аминь. Слава Богу. Друзья мои, а вы знаете, мне нравится еще одно место Писания в книге Притч, 10 глава, 22 стих. Мы читаем с вами, «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит». Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Вы знаете, это не просто Слово. Это Слово, которое реализуется в действии. Оно обогащает. Оно обогащает тебя даже в тех сферах, которых ты, может быть, даже не представляешь. Вы знаете, я помню один пример. Для нас был очень сложный выбор, несмотря на то, что мы понимали, что наша дочь закончила школу, и нужно было выбирать учебное заведение. И вы знаете, мы понимали, что она поступит легко. Было несколько на выбор учреждений, несколько было в других городах. И мы, знаете, не могли сделать этот выбор. Мы не знали, что делать. Мы долго молились. Знаете, это было такое совместное решение. Мы так долго молились и думали, что же, как же. И туда, и сюда хочется, и там хорошо, и тут классно. И тут перспективы, и тут. И вы знаете, потом все-таки мы приняли это решение. Было так нелегко сделать, сложно. И, может быть, не все нравилось. Кому-то не понравилось, не все до конца. Но когда мы сделали этот выбор, и спустя время, когда сегодня наша дочь уже закончила это учреждение, вы знаете, я понял, что это была воля Божья. Потому что еще заканчивая его, за полгода до окончания, она уже имела работу. Она уже работала, учась. И у нее хорошая работа. Потому что Бог уже наперед благословляет. Когда ты доверяешь Ему, когда ты молишься, ты говоришь, Господи, да, я понимаю. Может быть, мне хочется так, так или так. А может быть, я не знаю как. Но пусть будет Твое благословение. Вы знаете, Иавис говорит, именно Твое благословение мне нужно, Господь. Не так, как я вижу. Не так, как я хочу. Потому что, знаете, порой, может быть, в буре каких-то эмоций, переживаний, мы можем, знаете, просто пойти неправильным путем. Мы можем пожелать себе возвыситься, возгордиться. Может быть, превзойти. Может быть, еще каким-то образом, знаете. А Бог говорит, нет, у меня для тебя свой путь. Не переживай, я позаботюсь. Ты не видишь, что впереди, а я вижу, я знаю. Если ты мне доверишься, ты пойдешь правильным путем. Ты достигнешь правильную цель. Поэтому, как важно, друзья мои, сегодня нам иногда смотреть наперед и не бояться. Как важно ставить высокие цели. Как важно ставить цели, которые будут иметь большой результат для нашей жизни. Вы знаете, не нужно этого бояться. Меня вдохновляют братья, которые иногда говорят, делятся там, я хочу купить хорошую машину. Я смотрю, да, конечно, я смотрю на тебя, но не купить тебе это. Но, знаете, я не говорю это. Но я говорю, да поможет тебе Господь, да благословит. Пусть это сбудется, пусть состоится. Вы знаете, это здорово, когда, может быть, ты не обладаешь теми ресурсами и возможностями, но ставя высокую цель. Может быть, молясь, ожидая, все равно Бог поможет. Бог поведет тебя. Знаете, может быть, ты ставишь цель служить Богу. Однажды, может быть, поехать в какой-то город. И это высокая цель. И ты не учился, может быть, в библейской школе. Ты не имеешь опыта, ты не имеешь каких-то навыков. Но я верю, Бог поможет тебе, видя эту цель. Он направит тебя и в библейскую школу. Он даст тебе мудрости и пройти все необходимые этапы, чтобы однажды дойти до этой цели. Знаете, сегодня кто-то, может быть, из молодежи, он делает свой выбор, он думает, я хочу жениться, я хочу выйти замуж. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы задавали себе вопрос, а для чего, а зачем. Как важно понимать, для чего ты это хочешь, для чего тебе это нужно. Если ты, все женятся, все замуж выходят, и я, слушай, подай, не спеши. Тебе, может быть, не надо этого делать. Ты должен понимать, для чего тебе это нужно. Бог благословляет семью, Бог благословляет замужество. Для того, чтобы у тебя были дети, чтобы ты их воспитывал, чтобы они служили Богу, чтобы они не оказались в рабстве греха. И когда ты видишь эту цель, когда ты понимаешь, что твоя семья, это будет усиление твоего служения, Бог обязательно благословит тебя, Бог будет вести тебя. Бог поможет тебе сделать выбор правильный. Потому что ты понимаешь, когда ты хочешь семью от Господа, когда ты хочешь это благословение от Бога, ты не будешь искать это где-то на стороне, ты не будешь искать спутника своей жизни, где-то, где грех, где развод, где может быть непотребство, но ты будешь искать его там, где Господь, в Церкви Божьей, среди народа Божьего. Потому что Бог тебя будет вести, Бог тебя будет направлять. Вы знаете, как важно, прежде всего, довериться Ему. Даже не своим глазам в первую очередь, а Его голосу в твою жизнь. И ты знаешь, поверь мне, Бог не подведет твои глаза. Поверь мне, Бог благословит тебя лучшим образом, потому что это в Его власти, и это Его желание. Аминь. Вы знаете, когда мы ожидаем благословения, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы его принимать. Это важный принцип. Нам нужно быть готовыми, чтобы его принимать. Как это? Знаете, привезу простой пример. Когда мы садим семена, когда мы садим на своих участках определенные растения, мы ожидаем урожай. И любая нормальная хозяйка, она готовится к жатве, она, знаете что, она подготавливает, она смотрит, достаточно ли места в ее кладовке, там, яме, погребу. Она готовит банки, крышки, закатки, специи. Она готовит много-много чего для того, чтобы этот урожай сохранить. Подготавливается. И точно так же, друзья мои, мы с вами должны подготавливаться к тому, чтобы быть благословенными людьми, к тому, чтобы готовиться к лучшему Божьему, что он нам приготовил. Поэтому, знаете, нужно научиться ожидать, верить. Да, Бог благословит, да, Бог поможет, да, Бог поведет. Знаете, иногда мы ограничим, думаю, я несостоятельный, я неуспешный, у меня не получится. Моя семья, она не такая авторитетная, в моей семье не так все хорошо. Знаете, наверное, это было то, что Иавис переживал, что он чувствовал. Не получится, не выйдет. Приходил дьяволу, нашептывал, приходил дьяволу и говорил ему, слушай, Иавис, перестань, это не твой удел, это не твоя судьба. Уже успокойся, что ты пристаешь к Богу, ему некогда, у тебя уже все решено. Но, знаете, Иавис знал, о чем говорит слово. Иавис знал ту устную тору, которую передавали из уст в уста, которую передавали родители своим детям. Он знал то благословение, которое у Бога есть. И он просил, и он ожидал. И Бог ответил. Просите, и дано будет вам. Когда мы не просим, мы не получаем. Когда мы не благословляем, знаете, Бог не может благословить. Но когда ты понимаешь значение этого слова, ты будешь благословлять. Ты будешь благословлять своего супруга, свою жену. Ты будешь благословлять своих детей. Ты будешь благословлять свою семью, ты будешь благословлять свое начальство, ты будешь благословлять страну, в которой живешь, свой двор, где ты живешь, свой дом. Потому что в этом есть огромная сила, огромный потенциал. Друзья мои, как важно нам научиться принимать благословения. И знаете, я хочу сказать вам, когда мы умеем принимать благословения в чьей-то жизни, мы обязательно примем его в свою жизнь. Как важно научиться радоваться чьему-то благословению. Когда Бог кого-то благословляет, Что вкрадывается в твое сердце? Что приходит в твои мысли? Опять его, опять ему, опять у него. Но когда же у меня? А почему не меня? Знаете, иногда зависть, она мешает нам получить то благословение, которое Бог приготовил. Но когда ты радуешься чьему-то благословению, поверь мне, твое благословение, оно не замедлит, оно обязательно придет. Твое благословение от тебя никуда не денется. Это как самонаводящаяся ракета, которая как бы не хотела цель, она ее достигнет. Точно так же твое благословение, оно обязательно тебя достигнет, если ты в правильном положении пред Богом. Вы знаете, друзья мои, благословляйте своих пасторов, благословляйте своих начальников, благословляйте своих родителей, благословляйте. И вы обязательно получите то наследие, которое есть у Бога. Мне нравится, друзья мои, что наше с вами наследие быть благословенными людьми. Я хотел бы прочитать первое послание Петра, третью главу с девятого стиха. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Друзья мои, мы с вами призваны быть наследниками благословения. Это наше призвание, твое и мое призвание быть благословенными. Но, друзья мои, вы знаете, у наследия всегда есть условия, чтобы получить большое, хорошее наследство. Тебе нужно исполнить определенные условия. Тебе нужно доказать свое родство, свою связь, свои отношения, свою близость к тому человеку, кто наследует. Поэтому, друзья мои, чтобы нам сегодня получить наследство от Бога, есть одно условие, о котором пишет апостол Петр. Благословляйте, благословляйте. И этим вы позволите наследству принадлежать вам, открыться в вашу жизнь. Аминь. Как это важно помнить. Мы призваны благословлять. Даже тогда, когда вас проклинают, вы призваны благословлять. Даже тогда, когда, может быть, вам неблагодарны, вы призваны благословлять. Благословляйте. Благословляйте. Даже тогда не всегда складываются отношения, как вам хочется. Знаете, так легко слово за слово зацепиться и начать, знаете, открывать нехорошие источники в нашей жизни. Но Бог говорит, благословляй. Тебя оскорбили? Благослови. Тебя обидели? Благослови. Этим ты откроешь свою жизнь благословения. Аминь. Слава Богу. Итак, наше призвание благословлять. Повторим вместе со мной. Мое призвание благословлять. И я буду благословлять. Аллилуйя. И в заключение я хотел бы прочитать еще одно место Писания. Это пророк Исаия, 44 глава. Давайте мы откроем вместе 26 стих. 44, 26 пророк Исаия. Он говорит нам следующее важное слово от Господа. «Господь, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен». Итак, друзья мои, смотрите, интересно. Господь, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Ты раб Божий. Ты посланник Божий. Бог спас тебя, чтобы ты был его посланником на этой земле. У тебя есть призвание благословлять. И Бог говорит, что Он будет помогать тебе. Он будет твое слово сказанное приводить в исполнение. Приводить в работу. То, что остается нам, просто говорить. Говорить благословение. Говорить добрые слова. И Бог будет исполнять их. Бог будет исполнять их в твоей семье. Ты как отец, как священник высвобождаешь это слово. Бог будет благословлять их, как слова матери, когда ты будешь покрывать этими словами своих детей. Бог будет благословлять твое предприятие. Неважно, ты там начальник или подчиненный. Бог будет через тебя высвобождать это слово. Бог будет высвобождать это слово на твоих соседей, на твоих родных и близких. Позволь Ему. Открой свои уста. Сделай их источником благословения. Аминь. Слава Богу, дорогие. Слава Богу, давайте мы будем людьми благословения. Давайте мы будем использовать это слово в своей жизни с этим новым смыслом, с этим новым значением, с этим широким спектром, чтобы эта сила, которая есть у Бога, она наполняла наши жизни. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я хотел бы помолиться. Если ты хочешь быть благословенным, если ты хочешь, чтобы сила благословения была в твоей семье, в твоем доме, в твоей жизни, давайте мы помолимся вместе и попросим, как Ярис попросил этого благословения на нашу жизнь. Господь, наш любящий небесный Отец, мы молимся к тебе сегодня, как когда-то молился Иавис, и мы просим, Боже, благослови нас своим благословением, Господь, который исходит с неба. Боже, Боже, мы молимся об этом, чтобы никакое сомнение, никакой страх не смогли закрасться наше сердце. Мы молимся, Господь, и просим о благословении Господнем, которое обогащает и печали с собой не приносит. Ты силен благословить там, где мы, Господь, не видим, там, где мы не понимаем, там, где мы не знаем, Господь. Ты силен, Боже, все сделать так, как ты запланировал. И мы молимся об этом, Боже, пусть все благословения неба придут в наши дома и семьи, придут нашим детям, родным и близким, придут, Господь, в нашу страну, в нашу церковь, в наш город во имя Иисуса Христа. Боже, мы хотим ходить в этом призвании, благословлять, благословлять, а не проклинать во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Боже, что Ты, Господь, помогаешь нам в этом, что Ты, Господи, ведешь нас в этом, и Ты благословляешь нас, как любящий Господь. Тебе слава во веки веков. Аминь. Слава Богу. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться сегодня к тем людям, которые, возможно, никогда не молились в молитве покаяния. Если Ты такой человек, и Ты хочешь, чтобы в Твою жизнь пришел Господь, есть одно условие, тебе нужно об этом попросить. Есть одно условие, тебе нужно Его призвать в свою жизнь. Тогда Он придет, чтобы быть Твоим Богом благословляющим. Прямо сейчас я хочу помочь Тебе молиться, молитвой покаяния. Повтори эти слова вместе со мной от всего своего сердца. Закрой свои глаза и молись. Дорогой Господь, я обращаюсь к Тебе сейчас во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Я верю, что Ты умер за меня, Иисус, за мои грехи. Ты забрал мои проклятия. Я прошу Тебя, прямо сейчас войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем. С этой минуты помоги мне быть другим человеком. Быть человеком благословения. Живи в моем сердце. Будь со мной. Спасибо Тебе, что Ты услышал меня и ответил на мою молитву. Слава Тебе. Аминь. Если Ты помолился такой молитвой, я хочу Тебе сказать, Твое имя записано в книге жизни прямо сейчас. Бог дарует Тебе жизнь вечную. Дар вечной жизни. Но есть еще одно очень важное, ценное, что мы хотели бы сообщить Тебе. Напиши нам в чате, напиши нам, позвони нам по телефону горячей линии. И если Ты далеко от Перми, мы поможем Тебе найти церковь, найти общение, найти наставников, чтобы Ты имел правильное окружение в своей жизни. Бог любит Тебя и Бог желает Тебе помочь. Да благословит Господь каждого, кто сегодня вместе с нами. Давайте мы прослушаем объявление. Я хотел бы попросить еще раз наших техников вывести номер телефона горячей линии на наши экраны. Я хочу сказать еще раз, если Ты молился этой молитвой, позвони, напиши нам. Также, если у Вас есть молитвенные нужды, пишите нам, звоните по этому номеру телефона. И у нас круглосуточный молитвенный марафон, где сотни наших братьев и сестер день и ночь молятся за эти нужды. Все, что Вы пишете в чате, мы не оставляем без ответа или, скажем так, молимся за каждую Вашу нужду. А Господь совершает чудеса. И каждый вечер в 21.45, когда вместе с семьей мы собираемся в наши вечерние эфиры, мы зачитываем и просто вдохновляемся этими свидетельствами чудес Божьих, славы Божьей. Поэтому пишите нам об этом тоже, звоните, номер телефона горячей линии. Также WhatsApp, Viber, SMS вы можете писать на этот номер. Хочу сказать, что сегодня вечером в 18.00 будет особенное молодежное служение на YouTube-канале Live NTC. Служить будет команда Молодежного Года для Иисуса. Не пропустите, особенно молодежь, не пропустите это служение. И будет продолжение темы месяца Церковь. Спасибо всем тем, кто служит, всем тем, кто жертвует. Еще раз хочу напомнить, что можно сделать пожертвования тремя способами. Первый, на сайте новыйзавет.ру. Можно узнать, как это сделать через онлайн-кабинет, перевод электронный или система PayPal, пожалуйста. Также, позвонив по телефону нашей горячей линии, вы можете попросить, чтобы наши служители приехали и приняли у вас этот дар и привезли его в Дом Божий. Либо самостоятельно прийти в Дом Божий, в церковь, сюда. И на вахте у нас есть опечатанный ящик для сбора пожертвований. Вы можете это сделать практически в любой день. Сегодня вечером, напоминаю, в 21.45 мы собираемся вместе, чтобы вмолиться вместе, слышать короткое наставление, слышать о чудесах Божьих и пусть Бог благословит вас. И давайте мы закончим молитвой благословения. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны, Церковь Божья. Будьте благословенны, Церковь Божьих и пусть Бог благословит вас.